Всем привет! Не так давно я делал видео по изучению Django и разработке веб-сайта на нем. Поскольку Django гораздо сложнее, нежели Flask, то вместить разработку какого-либо крупного проекта в одно видео мне тогда не удалось. В этом же уроке я расскажу вам про веб-фреймворк Flask, а также мы создадим небольшой онлайн-магазин с дизайном, товарами и плюс системой оплаты прямиком на сайте. Прежде чем мы перейдем к разработке, давайте немного поговорим про Flask и узнаем, что же это за фреймворк и на что он способен. Flask является гораздо более простым и в некоторой степени более удобным веб-фреймворком для построения сайтов на Python, нежели Django. Это его огромное преимущество, но это обусловлено тем, что Flask все же менее масштабный и обладает меньшим набором функций в сравнении с Django. Flask удобен, когда вам требуется построить быстро веб-сайт, причем этот сайт не должен быть каким-то гигантом по типу YouTube или некой социальной сети. На Flask создано немало сайтов, но стоит понимать, что крупные компании зачастую выбирают Django, поэтому найти популярные компании, использующие Flask, было не так уж просто. Я все же поискал и мне удалось найти некоторые сайты, написанные на Flask. Это такие сайты как Airbnb, Lyft, Uber и даже Reddit пишут, что тоже написан на Flask. Больше подобных сайтов вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео в специальной подборке. Как видите, Flask не столь забытый, он вполне популярен и на нем можно строить неплохие веб-сайты. Теперь наконец можно приступить к практике. Сперва по классике убедитесь в том, что Python установлен у вас на компьютере, а также скачайте любой текстовый редактор, к примеру редактор PyCharm. Внутри редактора вам нужно будет создать новый проект. Далее, чтобы работать с Flask, его нужно сперва установить. Для этого в терминале мы прописываем команду pip install flask. После установки мы с вами можем приступить к разработке веб-сайта. Первое, что нам необходимо сделать, так это создать основной файл. Сам файл может называться как угодно, я например его назову как main.py. Внутри этого файла мы в первую очередь должны из библиотеки Flask импортировать основной класс, который тоже называется как Flask. Далее, на основе этого класса нам необходимо создать объект. Сам объект я например назову как app, ну и создаю его на основе класса Flask. Сюда же в качестве параметров необходимо передать имя исполняемого файла, то бишь директиву name. После этого мы можем с вами прописывать те пункты, которые будут отслеживать переходы на разные URL адреса. К примеру, сейчас я хочу отслеживать переход на главную страничку. При переходе на главную страничку я пользователю буду выводить просто какой-либо небольшой кусочек текста. Чуть позже мы сделаем так, чтобы при переходе на разные странички у нас выдавались разные HTML шаблоны. Но пока давайте будем просто выводить небольшой кусочек текста. Чтобы нам отследить главную страничку, нам необходимо создать декоратор. Декораторы создаются при помощи прописания собачки, знака собачки. Далее мы обращаемся к самому объекту, далее обращаемся к пункции road и здесь просто говорим какую страничку мы с вами отслеживаем. К примеру, я хочу отслеживать главную страничку, поэтому здесь я просто ставлю слэш, ну и тем самым говорю, что отслеживаю главную страничку. Если бы я хотел отследить, к примеру, страничку про нас, то я бы мог отслеживать такой URL адрес, как about или любой другой URL адрес. Ну сейчас меня интересует просто главная страница, поэтому оставляю здесь слэш. Далее нужно создать саму функцию. Функция может называться как угодно, но поскольку мы создаем функцию для главной страницы, то вполне логично называть эту функцию либо как home, либо что еще будет более логично, функцию назвать индекс. Поэтому, например, такое название я здесь и оставлю. Поскольку сейчас мы будем просто выводить какой-то небольшой кусочек текста, а уже потом будем вводить различные HTML шаблоны, то для вывода небольшого кусочка текста нам лишь здесь потребуется прописать return и дальше прописать тот текст, который мы будем вводить пользователю. Например, давайте сейчас мы будем вводить просто такой текст, как привет всем. Кроме того, чтобы у нас синтаксис не подсвечивался, чтобы у нас все как бы здесь было корректно, то давайте сделаем здесь два отступа и будем следовать канонам языка Eton. Сейчас, к сожалению, у нас ничего не запустится, ведь чтобы программа запустилась, нам необходимо еще обратиться к основному объекту и вызвать метод run. Кроме того, давайте будем вызывать этот метод только в том случае, если будем запускать весь наш проект, начиная с этого файла. Для этого нужно дописать проверку. Здесь мы проверим, какой главный файл у нас запускается. И если этот файл, в котором мы сейчас находимся, он у нас запускается как основной файл, то есть его название будет как основной, как main файл, только в таком случае мы будем запускать весь наш проект. Теперь у нас здесь появляется вот такой вот треугольничек, мы можем нажать на этот треугольничек, нажать на run main, и в таком случае у нас запустится этот файл и запустится сам сервер. После запуска у нас появляется ссылка, при переходе на которую мы попадем на главную страницу сайта. Вот я перешел по ссылке, перешел на главную страницу, и на главной странице у меня пишется «Привет всем». То есть все работает корректно, сервер запущен, веб-проект наш работает. Теперь, чтобы остановить сервер, мы можем нажать вот здесь на эту кнопочку, после этого у нас сервер полностью останавливается, мы как бы остановили всю нашу программку, и я сделал это не зря. Дело в том, что я хочу еще указать один дополнительный параметр, при помощи которого все ошибки, которые будут возникать у нас в ходе разработки сайта, чтобы все эти ошибки не выводились непосредственно в самом браузере. Ну и чтобы такое прописать, нам нужно здесь прописать дебаг и указать для него значение как true. В тот момент, когда вы будете выгружать ваш сайт на сервер, то для дебаг лучше установить значение как false, чтобы просто пользователи не видели все эти ошибки на самом сайте. Но поскольку мы сейчас лишь разрабатываем сам сайт, то будет логично прописать здесь значение как true. Если же это все повторно запустить, мы по сути с вами никаких особых изменений не заметим, но просто если теперь будут возникать какие-либо проблемы, какие-либо ошибки, то все они будут отображаться вот здесь, на страничках самого сайта. Сейчас мы с вами умеем выводить лишь небольшие кусочки текста на различных страничках сайта. Было бы гораздо удобнее, если бы мы могли вывести не просто небольшой кусочек текста, а полноценную HTML страничку. Но давайте как раз с вами это сейчас и сделаем. Чтобы выводить полноценные HTML странички, нам в первую очередь нужно еще дополнительно импортировать такой метод, который называется как renderTemplate. Далее, вместо того, что мы возвращаем просто какой-то определенный текст, мы теперь будем возвращать вот эту вот функцию, вызов вот этой вот функции renderTemplate. Здесь в качестве параметров нам необходимо указать тот файл, который мы с вами будем выводить на страничке, ну например в нашем случае на главной страничке. Сам файл у меня еще не создан, но давайте мы будем, например, создавать такой файл как index.html, и именно этот файл мы будем выводить на главной страничке. Это я здесь как раз и указал. Теперь создадим сам такой файл. Вообще, все вот эти вот HTML файлы, они должны находиться в одной определенной директории, в одной определенной папке. Поэтому в первую очередь мы создадим новую папку, и эта папка, она обязательно должна называться как templates. Никакого другого имени для этой папки не давайте. Если какие-либо ваши HTML файлы не будут находиться в папке templates, то в таком случае Flask просто не будет видеть эти файлы и не сможет их подключать. Поэтому создаем в первую очередь папку templates, и дальше внутри этой важной папки создаем новый файл, который я назову как index.html. Здесь, в этом файле, мы давайте пропишем какую-либо базовую структуру HTML. Давайте здесь, например, напишем online-магазин, и далее, например, здесь еще пропишем просто тег h1, и, например, в теге h1 я тоже пока выведу значение online-магазин. Чуть позже этот HTML мы подправим, но пока пускай будут вот такие вот значения. Теперь, если мы повторно запустим наш проект, то в таком случае на главной страничке, давайте я даже открою еще раз эту ссылку, на главной страничке мы видим, что у нас что в title, что вот здесь вводится уже определенный HTML. То есть мы теперь с вами отображаем именно HTML-страничку. Давайте добавим еще одну страничку к нашему веб-сайту. На этой страничке у нас будет показываться вся информация про сам магазин. Поэтому страничка будет доступна по URL-адресу about, также метод, который будет обрабатывать эту страничку, пускай он будет называться тоже как about, ну и шаблон, который мы будем вызывать, это about.html. Теперь создадим сам HTML-шаблон, называем его about.html, и внутри этого HTML-шаблона мы давайте вставим весь тот код, который у нас был в файле index.html. Особо менять тут ничего не будем, просто поменяем title, а также просто поменяем tag h1, ну и запустим сам сервер. При переходе на главную страничку у нас ничего не меняется, в то же время при переходе по URL-адресу about у нас открывается страничка про магазин, здесь отображается HTML-код, вроде все работает корректно. В то же время мы сейчас получаем с вами одну небольшую проблемку. Дело в том, что у нас есть всего лишь два HTML-файла, но при этом в обеих файлах у нас есть множество строчек кода, которые повторяются. А как гласит одно из правил программирования, не повторяй самого себя, то есть не пишите тот код, который повторяется. Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы весь вот этот вот повторяющийся код, а у нас его действительно здесь много, нам нужно, чтобы этот весь повторяющийся код, он находился в одном отдельном файле, и дальше в этот файл мы будем подключать лишь те кусочки кода, которые будут отличаться от файла к файлу. Давайте с вами такое реализуем, и чтобы это сделать, нам нужно создать новый HTML-файл, который будет в свою очередь шаблоном для всех остальных HTML-файлов. Такой файл я назову, например, как base.html. Теперь скопируем код из index.html и вставим его внутрь этого файла. Здесь нам нужно определить, какие участки кода, они будут отличаться от файла к файлу. В нашем случае это всего лишь два участка кода, это тег title, он у нас будет отличаться от файла к файлу, а также все содержимое тега body, оно тоже у нас будет отличаться от файла к файлу. Поэтому два вот этих вот участка, мы с вами их просто отсюда удаляем, и теперь вместо этих участков нам необходимо прописать как бы секции, внутрь которых мы будем подставлять информацию из различных файлов. Чтобы прописать секции, нам нужно воспользоваться возможностями такого шаблонизатора, как Jinja. Дело в том, что в любом html файле, который есть в фреймворке Flask, к любому такому html файлу прикрепляется еще дополнительный шаблонизатор Jinja. При помощи этого шаблонизатора мы с вами можем прописывать различные конструкции, как например вот сейчас мы пропишем с вами секции. Также при помощи этого шаблонизатора мы можем создавать различные циклы, условия, мы можем вводить различные перемены и все в таком духе. Мы это с вами еще будем делать на протяжении урока. Но сейчас мы просто при помощи этого шаблонизатора мы создадим секции, внутри которых мы сможем встраивать небольшие кусочки кода, небольшие кусочки текста из других файлов. Так вот, чтобы работать с шаблонизатором Jinja, чтобы создать саму секцию, нам нужно прописать вот такие вот фигурные скобки. Внутри них мы прописываем два знака процентов, и дальше между этими знаками процентов мы прописываем как бы саму конструкцию, само действие, которое вот здесь мы хотим, чтобы выполнялось. Я хочу создать здесь секцию, создать здесь блок, поэтому я так и прописываю здесь блок. Дальше я могу назвать сам этот блок, саму эту секцию как угодно. Например, давайте я назову эту секцию как, например, title. Ну и в конце саму эту секцию нужно закрыть, поэтому в конце прописываем точно такую же структуру, вот только в этот раз уже прописываем здесь endBlock. Вот такая вот схема. Точно то же самое нам необходимо и здесь прописать, то есть таких вот секций может быть сколько угодно внутри одной странички. Главное, чтобы все эти названия, они отличались друг от друга. Вот, например, здесь у меня была секция, которая названа title, а здесь я, например, создам секцию, которая пускай будет называться как body. Теперь мы можем выполнить наследование этого HTML файла, и в различные секции, в различные блоки сможем подставить либо текст, либо код, который нам нужен для определенной странички. Давайте это сейчас с вами и сделаем. Сделаем это мы для начала для странички about.html. Самый HTML код я отсюда удалять пока что не буду, чуточку позже я это сделаю. Мы для начала давайте пропишем то, что будем наследовать все от файла base.html. Чтобы такое прописать, мы должны прописать стандартную Jinja структуру, то есть это фигурные скобки, а также внутри них знаки процентов. И далее ранее мы с вами прописывали команду block, но теперь мы должны обратиться к такой команде как extends. То есть мы говорим, что мы наследуем все от определенного файла. И в качестве определенного файла у нас идет файл base.html. Это по сути все, что необходимо прописать, чтобы сказать, что мы наследуем все от файла base.html. Теперь нам нужно сказать, что внутри блоков, которые находятся внутри этого файла, мы будем подставлять либо какой-то код, либо какой-то просто текст. Поэтому здесь я говорю, что в блок, который называется title, я, например, подставлю такой кусочек кода, как, например, вот этот вот tag title. Давайте я его отсюда скопирую, тут я его просто вставлю. Ну и в конце, конечно же, нужно не забывать закрывать эти блоки, поэтому в конце здесь еще прописываем end block. Также давайте скопируем этот кусочек кода. И дополнительно еще в секцию, которая называется body, мы будем подставлять такой HTML код, который у нас просто идет как h1, и здесь будет написано pro-магазин. Теперь мы, наконец, можем удалить весь этот HTML, который был до этого здесь. И вот такой вот небольшой файлик у нас здесь получается. То есть мы говорим, что мы наследуем все от HTML файла вот этого base, и дальше просто в секцию title, а также в секцию body подставляем тот код, который нас интересует. Это же мы давайте скопируем и вставим в файл index.html. Вот только в этот раз здесь мы вместо pro-магазин, мы здесь напишем просто онлайн-магазин. Ну и также весь HTML код, который здесь был до этого, мы удаляем. Получается то, что теперь весь повторяющийся код, он находится лишь в одном единственном файле, в файле base.html. Мы повсюду этот файл наследуем, и в нужные для нас секции мы подставляем различный код, в зависимости от того файла, который у нас вызывается. Если это все запустить, то на самом-то деле мы не заметим никакой разницы. Вот на страничке pro-магазин у нас вводится все так же самое, как было до этого, и если перейти на главную страничку, то так же вводится онлайн-магазин, ну то есть никаких изменений не произошло. В то же время код больше не повторяется, а значит мы действуем с вами правильно. Сейчас наш сайт выглядит достаточно скучно и некрасиво, поэтому давайте добавим дополнительные стили, а также пропишем дополнительный HTML код, чтобы наш сайт выглядел как некий небольшой интернет-магазинчик. Чтобы не затягивать это видео, я предлагаю скопировать стили, а также скопировать HTML код из такого праймворка, как Bootstrap. Bootstrap это CSS праймворк, который позволяет быстро прописывать различные CSS стили. Здесь же, если перейти на их официальный сайт, это getbootstrap.com, здесь же есть ссылка на examples, то есть на примеры, и отсюда мы просто можем скопировать какой-либо HTML шаблончик, который будем использовать, например, для нашего магазина. Я предлагаю использовать HTML шаблон, который называется как pricing. Вот этот HTML шаблон мы с вами сейчас скопируем и будем использовать его для нашего интернет-магазина. Он как раз будет нам подходить. Но прежде чем мы его будем копировать, мы давайте для начала подключим сам Bootstrap к нашему проекту. Чтобы это сделать, нам необходимо зайти на такой сайт, как bootstrap.cdn.com, здесь мы копируем полный путь к CSS файлу, к Bootstrap.css файлу, вот я это уже сделал. И дальше в нашем основном шаблончике, в нашем файле base.html мы прописываем tag-link и прописываем полный путь к вот этому вот CSS файлу. Поскольку мы повсюду наследуем этот основной шаблон, то этот Bootstrap файл, он будет подключен как на страничке index.html, так и на страничке about.html. И даже если я сейчас обновлю, например, главную страничку, мы видим, что у нас стили немного изменились, а это означает то, что у нас действительно был добавлен Bootstrap к нашему веб-сайту, причем на обеих страничках, то есть мы можем же просто скопировать сам этот шаблон, и этот шаблон будет выглядеть именно так, как он выглядит вот на этой страничке. Давайте это с вами и сделаем. Чтобы скопировать шаблон, мы нажимаем правой кнопкой мыши где угодно на страничке сайта, дальше нажимаем на просмотреть код и заходим в консоль разработчика. Здесь мы с вами можем просто, ну на самом-то деле мы можем взять и скопировать весь тег body, то есть вот, например, давайте нажмем на тег body, правой кнопкой мыши нажмем на copy и copy element, вот прям весь этот тег мы с вами скопируем, полностью весь этот тег мы вставляем вот сюда, ну и по сути мы получаем сразу весь тот сайт, который вот здесь у нас был написан. Нам только необходимо изменить кое-какие моменты, потому что сейчас у нас получается, что есть два тега body, поэтому мы давайте это с вами удалим. Шапку сайта мы с вами трогать не будем, потому что она должна быть на всех страничках. Также футер, который у нас вот здесь внизу есть, мы его тоже трогать с вами не будем, а вот все остальное, оно у нас должно меняться от странички к страничке, поэтому здесь я как раз прописываю то, что у нас будет идти определенный блок, дальше весь этот код, который у нас тут находился в серединке, мы его просто вырезаем с вами, и, например, для основной странички мы вот вместо онлайн-магазин мы теперь будем выводить вот весь этот код, который я как раз вырезал с предыдущей страницы, а, например, на страничке about.html мы давайте здесь, во-первых, создадим div, у которого будет класс, и этот класс будет как контейнер, класс контейнер идет от bootstrap, он добавляет небольшие отступы по бокам, поэтому я его здесь и прописываю. И плюс здесь пускай еще будет некий текст, этот текст, не важно какой будет, просто чтобы страничка не казалась пустой. Ну и теперь давайте, например, зайдем на главную страницу, и мы замечаем, что главная страничка, она сильно у нас видоизменилась. Здесь есть шапка, здесь есть какая-то основная часть, мы, конечно, ее тоже чуть позже с вами поменяем, здесь есть футер, ну и по факту нам еще не хватает, конечно же, ссылочек, чтобы переходить между страничками быстро, но пока давайте так вручную пропишем переход на страничку about, ну и мы замечаем, что страничка about у нас тоже существует, здесь все довольно-таки неплохо, ну и, в общем, наш сайт уже обретает какой-то смысл. Теперь, прежде чем двигаться дальше, мы давайте немного еще поработаем над шапкой сайта, например, здесь вместо company name мы давайте будем прописывать, например, IT ProGerShop, конечно, может быть любое название, ну и также создадим несколько ссылок, например, это будет ссылка на главную, ссылка про магазин, и две остальные ссылки я с вами удалю, но также я создам еще одну ссылку, эта ссылка, она будет вести на страничку по добавлению новых товаров в базу данных, ну и пока этой странички у нас не будет, но чуть позже мы ее создадим, и на этой страничке будем добавлять новые товары в базу данных, поэтому давайте здесь я напишу добавить товар, ну и, в общем-то, больше ничего дописывать не буду, ну и также пропишем URL адреса, здесь переход на главную, здесь переход на страничку about, вернее, не там начал прописывать, ну и здесь переход на такую страничку, как create, опять же, этой странички еще нету, но чуть позже мы ее с вами создадим, теперь перезапустим сайт, мы получаем новую шапку, здесь я действительно могу уже переходить на страничку про магазин, могу перейти на страничку главное, добавить товар у нас пока этой странички нет, но чуть позже мы ее создадим. Если на данный момент вы что-либо не понимаете, то рекомендую вам пройти мою большую программу обучения по языку Python, в ходе программы вы научитесь писать базовый код на языке Python, научитесь работать с базой данных и языком SQL, изучите тестирование, разработку полноценных мобильных приложений с дизайном, а также изучите все необходимое для построения веб-сайтов на Django. Курс очень большой и имеет множество полезной информации, ссылка на него будет в описании к этому видео. Теперь можем начать заниматься базой данных. Чтобы работать с базой данных, нам в первую очередь нужно установить одну дополнительную библиотеку, поэтому переходим в терминал и здесь прописываем команду pip install и устанавливаем такую библиотеку, которая называется как SQL Elchemy. Вот таким образом она записывается. Ну и нажимаем Enter. После этого эта библиотека будет установлена внутрь вашего проекта, ну и дальше мы можем с ней просто работать. Нам необходимо из установленной библиотеки, то есть из Flask SQL Elchemy, импортировать такую вещь, как класс SQL Elchemy. Далее нам необходимо обратиться к глобальному объекту app, дальше нужно обратиться к config, то есть мы как бы обращаемся к настройкам и указываем, какую настройку мы с вами сейчас будем устанавливать. Мы будем устанавливать настройку по такому ключу, который называется как SQL Elchemy, дальше database URI, тут важный момент URI, именно не URL, а URI, и в качестве значения мы с вами указываем то, что мы будем использовать базу данных SQLite, можно использовать разные базы данных, но мы будем работать именно с SQLite, так как она достаточно проста и не требует каких-то особых настроек. Ну и дальше мы просто должны еще здесь прописать, какую базу данных мы будем создавать и с какой базой данных мы будем работать. Название для базы данных может быть каким угодно, главное не используйте каких-то вот таких вот символов, ну например в моем случае я бы назвал саму эту базу данных как shopDB. В конце обязательно прописывать .DB, потому что иначе не будет создана сама база данных. При помощи этой строчки кода я просто указал, что, ну указал дополнительную настройку, и в качестве этой настройки указал то, что мы используем SQLite, и в этой базе данных будет создана такая база данных, которая будет называться как shop.db, ну по сути как просто баз данных shop. Далее нам необходимо создать объект на основе класса SQL Elchemy, это мы с вами и делаем, причем никаких параметров мы туда передавать не будем, поэтому даже круглые скобки можно не дописывать. Прежде чем мы будем двигаться далее, нам необходимо понять, каким образом значения будут сохраняться в базе данных. База данных, она имеет следующую структуру. Есть какая-то определенная база данных, внутри нее есть различные таблицы, и внутри как раз самих таблиц уже сохраняются записи. Так вот, сама база данных, она у нас уже есть, мы ее здесь создавали, она называется как shop. Теперь нам нужно создать таблицу, которая будет прикреплена к вот этой вот базе данных, и дальше, впоследствии, мы будем внутрь этой таблицы помещать уже какие-либо определенные записи. Но здесь есть интересный момент. Чтобы нам поместить какую-либо запись внутрь таблички, нам нужно понимать, из чего эта запись будет состоять. Вот, к примеру, я сейчас буду создавать таблицу, внутрь которой я буду помещать все товары нашего интернет-магазина. И я хочу сделать так, чтобы у каждого товара были следующие поля. Я хочу, чтобы у каждого товара был определенный уникальный идентификатор, то есть порядковый номер. Например, первый товар, второй товар, третий товар и так дальше. Поэтому внутри таблички я создам одно поле. Назвать это поле можно на самом-то деле как угодно, но обычно для порядкового номера, для вот этого вот уникального идентификатора, обычно для этого поля дают название именно как ID. Поэтому в табличке я создам такое поле как ID, и потом при занесении новых записей в саму табличку, я каждый раз буду указывать, что это у нас первый товар, это у нас второй товар и так дальше. То есть все товары, они у меня будут как бы пронумерованы. Это будет удобно. Так вот, это будет первое поле. Также я хочу, чтобы у каждого товара было какое-либо название. Поэтому второе поле, которое я добавлю в табличку, это будет, например, title. Здесь, опять же, все названия можете придумывать, какие только захотите. Я их вот такие вот здесь придумал. То есть, например, title у нас будет это поле, в котором мы будем заносить название каждого товара. Третье поле, которое я хочу, чтобы было, это цена. То есть я хочу, чтобы у каждого товара была определенная цена. Поэтому это поле я тоже добавлю в табличку. Ну и четвертое поле, это у нас будет поле из active. Сюда я смогу заносить либо значение true, либо значение false. Ну и если будет значение true, то это означает то, что этот товар, он доступен на складе. Или же если будет значение false, то это будет означать то, что товар недоступен на складе, а значит его и не нужно показывать пользователю. Конечно, таких полей может быть сколько угодно. Например, в табличку вы дополнительно еще можете поместить такие поля, как полное описание товара, как, например, фотографии этого товара, как видео этого товара. Ну и просто в табличку, которую мы с вами сейчас будем создавать, вы сможете не только четыре этих поля добавить, но и добавить еще пятое, шестое поле, седьмое поле, ну и так далее. Теперь давайте, наконец, создадим саму табличку. Чтобы создать табличку внутри базы данных, нам необходимо создать класс, который будет все наследовать от такого класса, как класс модели. Поэтому для начала давайте создадим сам класс, это будет наш собственный класс. Назвать его можно как угодно, но поскольку этот класс, он отвечает за табличку, что работает со всеми товарами на нашем сайте, то вполне логично называть этот класс как item. Далее мы говорим, что мы наследуем все от такого класса, как model. Ну и дальше мы здесь внутри этого класса просто прописываем поля. Я уже определил, какие у меня должны быть поля для этой таблички, поэтому я их здесь просто создам. Давайте для начала я пропишу вот что-то в таком духе, то есть повсюду здесь попроставляю 0, потом я добавлю нормальное значение, но пока просто пропишу, чтобы у меня все эти параметры здесь были прописаны, все эти поля, чтобы здесь были прописаны. Внутри этой таблички у меня будет 4 поля. Конечно, можно добавить и 5 поля, 6 поля, какое только захотите, но мы остановимся вот на 4 полях. Теперь нам нужно указать тип для каждого из этих полей. Чтобы это сделать, мы должны обратиться к объекту DB, дальше мы должны обратиться к такому классу, который называется column, и здесь мы с вами в конструктор как бы передаем кое-какие параметры. Во-первых, мы должны сказать, какой тип у этого поля будет. ID, вот это вот поле ID, оно у нас будет хранить всегда только числа, то есть это первый товар, второй, третий, четвертый и так дальше. Поэтому вполне логично для этого поля указать тип данных как целое число. Ну и чтобы такое указать, мы обращаемся к объекту DB и обращаемся к такому классу как Integer. В таком случае я говорю, что внутри этого поля можно будет записывать исключительно числа. Также я бы хотел сделать так, чтобы вот это вот поле, оно у нас проставлялось в автоматическом формате. То есть, например, добавляю вторую запись, и ID у нас указывается как 2. Добавляю третью запись, и ID в автоматическом формате указывается как 3. Ну и так дальше. Чтобы мне такое прописать, мне необходимо добавить здесь еще один параметр. Он называется как Primary Key, и здесь я просто указываю значение как True. То есть я говорю, что это поле, оно у нас будет первичным ключом, а это означает то, что при добавлении новой записи это поле будет проставляться в автоматическом формате. Теперь нам точно то же самое нужно еще прописать и для остальных полей. Вот только Title это у нас не число, поэтому здесь я уже не могу использовать DB Integer, потому что если я пропишу здесь DB Integer, то в таком случае в это поле я всегда смогу вставлять исключительно числа. Но мне нужно в это поле вставлять какой-то определенный текст, какие-то определенные строки. Поэтому вместо Integer я здесь буду использовать такой класс как String. Причем здесь могу указать, какое максимальное количество символов можно будет сюда поместить. Например, скажу, что сюда можно будет поместить максимум 100 символов. Ну и также дополнительно Primary Key нам тут уже точно не нужен, потому что Primary Key обычно проставляется только для поля ID. Дополнительно я бы сюда еще дописал такую вещь как Nullable и указал, что это поле не может быть пустым. То есть когда я вот буду, например, добавлять новую запись в эту вот табличку, то это поле оно не может быть пустым. В него всегда нужно добавить какую-то информацию. Нельзя добавить новую запись без добавления информации в поле Title. Теперь по поводу Price. Здесь в Price нам нужно использовать тоже Integer, по той причине, что Price это у нас цена, и это тоже будет некое целое число, поэтому здесь будем использовать Integer. Nullable также оставляем как False, но нельзя будет добавить запись, у которой мы не укажем цену. Ну и последнее из Active. Здесь у нас такое поле, куда мы должны заносить либо True, либо False, поэтому вместо Integer и вместо String мы здесь с вами прописываем то, что мы создаем поле на основе такого класса как Boolean. Ну и также тут я уже предлагаю указать Default, то есть мы укажем значение по умолчанию, и значение по умолчанию пускай будет как True. Если я указываю значение по умолчанию, то в таком случае, даже если я через формочку или при добавлении просто самой записи не буду указывать вот это вот поле, то по умолчанию будет устанавливаться значение как True. Получается, что при помощи вот этого вот кусочка кода мы с вами создаем табличку, которая будет называться как Item, и в этой табличке будут такие поля как ID, Title, Price, а также Is Active. Это значит то, что когда мы будем заносить внутри этой таблички новую запись, то у этой записи будут такие значения, как порядковый номер, название, цена, а также значение активен или же неактивен сам товар. Если вы хотите, чтобы у каждой записи были какие-то дополнительные параметры, то вы по аналогии с этими полями можете здесь прописать еще какие-либо дополнительные поля. Вот для примера давайте мы создадим еще одно возможное поле, это будет полное описание самого товара, который мы будем добавлять. И здесь единственное, что вместо такого типа данных, как String, мы лучше с вами будем использовать такой тип данных, как Text. Мы делаем здесь тип данных Text просто по той причине, что String он нас ограничивает до 250 символов, а Text он нас не ограничивает до 250 символов, и это означает то, что мы сюда сможем поместить описание товара, хоть 10, хоть 20 тысяч символов. Вот, поэтому если хотите добавить еще сюда полное описание, например, товара, то можете вот в таком формате сюда дописать еще одно новое поле. Я, пожалуй, это поле сюда все-таки дописывать не буду, сделаю так, что у нас всего лишь 4 будет поля для каждой определенной записи, но если хотите, вы, конечно, можете добавить дополнительные поля. Сейчас база данных, а также табличка, они прописаны лишь здесь, внутри этого файла. Нам необходимо как бы создать что базу данных, что табличку внутри этой базы данных, и чтобы это сделать, нам необходимо выполнить одну определенную команду через терминал. Но прежде чем мы выполним эту команду, нужно исправить кое-какие ошибки. Здесь я случайно дописал одну буквочку C, она здесь лишняя, если вы ее прописали, то удалите ее, пожалуйста. Ну и также здесь я забыл указать один важный параметр. Дело в том, что когда мы создаем объект DB на основе класса SQL-Lchemy, нам нужно указать, что этот объект, он будет принадлежать к определенному приложению. Поэтому здесь в качестве параметров я прописываю то, что мы вот эту базу данных присоединяем к объекту app, то есть к вот этому нашему приложению. В таком случае у нас все будет создано корректно. Теперь давайте откроем терминал и здесь выполним команду Python, чтобы зайти в среду выполнения Python. Кстати, если эта команда не сработала, в таком случае пропишите команду Python и циферку 3 в конце. Теперь нам необходимо прописать следующее. Мы из файла main, если, кстати, этот файл, он у вас называется по-другому, то и здесь тоже пишите другое название. Так вот, мы из вот этого основного нашего файла, мы импортируем такой объект, который называется как DB. Вот он у нас здесь и был импортирован. Далее мы должны обратиться к этому объекту и должны обратиться к такой команде, которая называется как createAll. Эта команда, она у нас, вот видите, она выполнилась. Она позволяет создать саму базу данных, а также создать в ней все необходимые таблички. Каждый раз, когда вы будете создавать новую табличку, вам стоит выполнять подобные команды, дабы у вас эти таблички добавлялись в базу данных. Ну и теперь нужно выйти просто из этой среды выполнения. Чтобы выйти из этой среды выполнения, мы прописываем команду exit, нажимаем enter, ну и я, в принципе, вышел из среды выполнения. И, кстати, если у вас был создан файл с расширением .db, то в таком случае все команды были выполнены корректно и база данных была создана и добавлена к этому проекту. Теперь мы давайте создадим отслеживание еще одной странички. На этой страничке у нас будет находиться формочка, при помощи которой будем добавлять новые записи внутрь вот этой вот таблицы. Поэтому давайте скопируем просто какой-то определенный кусочек кода, вставим его куда-нибудь сюда. Эта страничка у нас будет по URL-адресу create. Сама функция тоже пускай будет называться как create. Ну и сам шаблон будет называться как create.html. Теперь создадим сам этот HTML файл. Внутрь него я предлагаю вставить все, что у нас было, например, в файлике about.html, то есть мы наследуем все от base.html. Здесь мы, например, давайте напишем добавление товара. Ну и здесь я теперь предлагаю вписать следующее. Здесь у нас будет, возможно, кстати, да, h1 я оставлю, и здесь тоже пропишу добавление товара, чтобы я просто понимал, где я конкретно нахожусь. Но также здесь у нас будет формочка, и в этой формочке нам атрибут action не нужен, но нам нужен такой атрибут, который называется как method. То есть это метод передачи данных из этой формы, и метод передачи данных здесь будет как post. Чуть позже мы будем отслеживать метод передачи данных post, и если будут данные передаваться именно этим методом, то мы будем получать данные из формочки, ну и добавлять новую запись в табличку. Но это будем делать чуть позже, пока просто прописуем сам этот атрибут. Внутри этой формы мы должны прописать те поля, которые я хочу получать от пользователя для создания новой записи и добавления ее в табличку item. Смотрите, какие тут должны быть поля. Поле id нам не нужно получать от пользователя, просто по той причине, что id у нас проставляется в автоматическом режиме. Мы с вами здесь прописывали primary key, то есть мы сказали о том, что это поле будет проставляться в автоматическом режиме. Поэтому от пользователя id мы с вами не должны получать. Далее, поле title, а также поле price мы действительно будем получать от пользователя. То есть пользователь будет устанавливать название товара, а также будет устанавливать цену этого товара. А вот поле is active мы, конечно же, тоже можем добавить, чтобы пользователь сам указывал, мол, товар активен или же не активен. Но я это поле добавлять не буду, просто по той причине, что если этого поля даже не будет, если это значение не будет передаваться, то будет устанавливаться значение по умолчанию, а значение по умолчанию это true. Поэтому в формочке я создам только два поля для установки title, а также для установки цены. Ну и чтобы создать такие поля, мы прописываем здесь tag input. Также давайте сразу допишем здесь еще класс. Классы мы будем использовать от Bootstrap, например, form control. Это специальный класс. Также здесь обязательно нужно прописать атрибут name. И в качестве name мы прописываем название того поля, куда мы будем заносить эту информацию. Например, из этого поля я буду заносить информацию в поле title. Поэтому здесь я такое название и прописываю. Также id нужно прописать и в idea тоже должен прописать то же самое название, что и было в атрибуте name. Ну и плюс нужно создать еще одно поле. Здесь мы уже будем получать значение цены. Ну и это значение цены будем помещать конкретно в поле price. Поэтому здесь name и id тоже именно с таким вот названием. Плюс тут можно было бы использовать уже не текст, а number, другой тип для этого поля, чтобы просто эти поля немножко хотя бы у нас отличались. Ну и в конце нужно создать, конечно же, кнопку. Также к этой кнопке добавим стили от Bootstrap, например, button success. Здесь мы напишем, например, добавить товар. И плюс, очень важная вещь, это то, что мы должны указать здесь type и указать submit. Когда мы указываем type submit, это означает то, что при нажатии на эту кнопку у нас будет происходить перезагрузка странички, а вместе с перезагрузкой странички у нас все данные из формочки будут отправляться на сервер. Это нам нужно, чтобы мы просто могли получить все эти данные, ну и, соответственно, с ними в дальнейшем работать. И еще один момент, о котором забыл сказать. Вот здесь мы прописали с вами настройки, но забыли еще кое-какие настройки дописать. Нам здесь нужно дописать такую настройку, как SQL Alchemy Track Modifications. То есть, эта настройка, она говорит нам о том, что мы можем выполнять какие-либо настройки, связанные с базой данных. И здесь мы скажем просто false. Если не прописать дополнительно эту настройку, то у нас потом будут вылазить небольшие ошибки. Они не сильно повлияют на работу самого веб-сайта, но все же лучше прописать эту дополнительную настройку. Если зайти на страницу по добавлению товара, то мы замечаем здесь форму. Выглядит она неплохо, но все же кое-что к ней можно добавить, а именно отступы между полями, а также placeholders. Если такое сохранить, то форма обретает уже другие краски. При нажатии на саму кнопку добавить товар у нас, к сожалению, ничего сейчас происходить не будет. Так не будет происходить по той причине, что здесь в методе create, в URL-адресе, который мы отслеживаем, мы не отслеживаем получение данных из формы. Плюс мы не обрабатываем эти данные и плюс мы не сохраняем эти данные как новую запись. Поэтому это нужно исправить. Здесь при отслеживании URL-адреса мы с вами должны сказать, что мы можем отслеживать также данные, которые передаются при помощи метода post. Если я такое сейчас сохраню и обновлю страничку, то у меня произойдет ошибка. Ошибка связана с тем, что при переходе на просто саму страничку данные отправляются при помощи метода get. Поэтому здесь я должен прописать, что я не только данные получаю при помощи метода post, но также получаю данные при помощи метода get. В таком случае при переходе на страничку все обрабатывается корректно, и при отправке данных из этой формочки данные будут отправлены именно методом post. Мы это с вами вот здесь указали. Ну и, соответственно, я эти данные тоже смогу получать и смогу их как-либо там обрабатывать. Поэтому давайте сейчас и пропишем получение и обработку этих данных. Вот только для начала подключим такую вещь, как request. Вот здесь вверху мы ее подключим. Так вот, обращаемся к request. Request это по сути тот параметр, за счет которого мы можем брать данные, что отправляются при помощи метода post. Ну и изначально мы просто проверим, отправляются ли данные при помощи метода post. Поэтому если у нас данные отправляются при помощи этого метода, то в таком случае мы их будем получать и добавлять в новую запись. Иначе, если данные не отправляются при помощи метода post, то в таком случае мы просто будем выводить сам этот шаблон create.html, то есть по сути будем просто выводить формочку. Все же, если данные передаются при помощи метода post, значит мы их получили из формочки, а значит их нужно просто получить и записать в переменные, и дальше создать новый объект на основе этого класса и сохранить этот объект как новую запись для таблички. Поэтому для начала мы давайте пропишем переменную, пускай она будет называться как title. В нее мы помещаем следующее, это мы обращаемся к request, дальше мы обращаемся к самой формочке и обращаемся к полю, у которого атрибут name будет равен значению title, то есть по сути обращаюсь к вот этому вот полю. Ну и это значение, которое там ведет пользователь, я запишу в переменную title. Также я хочу еще получить цену, и цену я получаю из такого поля, у которого name он равен price. Далее на основе такого класса как item я должен создать новый объект. Здесь при создании объекта я также дополнительно сразу укажу определенное значение для поля title, а также укажу определенное значение для поля price, то есть вот эти вот два поля я как бы их заполняю при создании объекта на основе этого класса. Ну и дальше мы должны просто сохранить вот этот вот объект, который я здесь создал, я его должен сохранить как новую запись внутри базы данных, внутри таблички item. Чтобы это сделать, мы должны прописать с вами конструкцию try-accept, и внутри этой конструкции мы обращаемся к db, мы обращаемся к session, мы обращаемся к методу add и указываем какой объект я добавляю. Я добавляю новый объект item. Также нужно прописать db session commit. Commit это та функция, которая позволяет выполнить само именно добавление внутри базы данных. Ну и дальше мы с вами еще можем здесь прописать return, и можно вывести здесь тоже какой-то определенный шаблон, например, return и выводим просто шаблон create.html. Но, как по мне, было бы гораздо логичнее, если бы мы переадресовывали пользователя после успешного добавления, переадресовывали пользователя, например, на главную страничку. Поэтому используем функцию redirect и указываем переадресацию на главную страницу. Ну и, конечно же, поскольку это конструкция try accept, то здесь нужно еще прописать accept. И здесь я просто, например, буду выводить return и напишем, например, получилась ошибка. Такой текст будет выводиться каждый раз, то есть вот эта вот получилась ошибка будет выводиться каждый раз, когда у нас, например, будет не заполнено либо поле title, либо будет не заполнено поле price, либо какие-то неверные данные будут подставлены вот в эти поля. В таком случае у нас всегда будет выдаваться получилась ошибка. То есть здесь уже идет тоже определенная валидация данных. И давайте, возможно, с вами это сейчас протестируем. Итак, обновляем страничку на всякий случай. Здесь давайте введем какие-то значения. Например, я впишу минимальный. И здесь, например, напишу цену как... Давайте, возможно, цену как 300 рублей, например. Будет минимальный вот такой у нас тариф какой-то. Ну и нажимаем добавить товар. Мы замечаем, что ошибок никаких не произошло. Все обработалось корректно. Да, ничего у нас вот в плане главной странички тут не изменилось. Я до сих пор не могу посмотреть, какие же товары у меня добавлены. Но в то же время ошибки не произошли. А это означает лишь одно. То, что все наши... Ну вот этот вот наш новый товар, он действительно был корректно добавлен. Добавлен в табличку item. Ну и чтобы наконец посмотреть эти наши товары, которые добавлены в табличку item, мы давайте здесь в функции index будем получать все товары из самой этой таблички. И потом будем их выводить в шаблоне index.html. Делается это следующим образом. Для начала мы давайте создадим некий объект items, пускай так он будет называться. И внутри него мы помещаем следующее. Мы обращаемся к классу item, мы обращаемся к query, то есть к определенному SQL какому-то запросу. Дальше здесь можно было бы прописать команду all и вывести полностью все те записи, которые у нас есть. Но я предлагаю здесь еще, прежде чем прописывать команду all, прописать еще команду order by и указать просто сортировку по определенному полю. Например, я хочу производить сортировку по такому полю как price, то есть по вот этому вот полю. Ну и теперь же нам необходимо еще все вот эти вот полученные элементы, их нужно передавать в сам шаблон. А чтобы их передать в сам шаблон, мы с вами указываем вот что. Мы здесь в функции render template указываем просто второй параметр. И, например, укажем, что мы передаем значение по такому названию как data. Название здесь может быть какое угодно, можно здесь и items прописать, можно что угодно. Ну и в качестве самого значения мы передаем вот эти вот все элементы, что получили из базы данных. Окей, это у нас сделано. Теперь мы давайте зайдем в index.html. И вот здесь, например, в блоке container мы для начала давайте просто будем выводить вот этот вот data, вот этот вот объект data, который мы передаем в сам шаблон. Ну и чтобы его вывести, здесь мы тоже обращаемся к шаблонизатору Jinja. Также прописываем две вот такие вот фигурные скобки, они служат для вывода какой-то информации. Ну и мы просто выводим data, тот параметр, который сюда передаем. Теперь давайте мы обновим страничку. И мы замечаем, видите, то, что у нас здесь прописано item1. То есть у нас сейчас есть действительно в базе данных только один лишь элемент. Он называется у нас, ну он идет, вернее, по идентификатору как единица. То есть это первый наш товар. И вот он действительно здесь был выведен. Для примера давайте добавлю еще один какой-то товар. Например, пускай этот товар будет называться как стандарт. Таким образом цена у него будет, например, 500 или, возможно, даже 700. Ну и тоже нажмем добавить товар. И вот видите, теперь у нас здесь есть item1 и есть item2. Все опять-таки обработалось корректно. И прежде чем мы здесь будем делать корректный вывод, мы давайте с вами вернемся в main.py. И здесь кое-что допишем. Сейчас у нас все наши элементы, они выводятся в следующем формате. Это угловая скобка, дальше название класса, дальше порядковый номер, ну и опять-таки угловая скобка. Ну и так все вот элементы, которые у нас там будут, они вот в таком формате и будут выводиться. Я бы хотел изменить такой вывод информации. То есть я не понимаю, что такое item1 и я не понимаю, что такое item2. Я бы хотел, чтобы вместо item1 и вместо item2 у нас, например, выводилось название самой этой записи. То есть чтобы у нас для каждой записи выводился title, например, а не item1, item2. И такое исправить очень просто. Чтобы это исправить, нам нужно вот здесь прописать функцию, которая называется как refer. И здесь мы просто указываем, что у нас будет выводиться. Например, я могу прописать здесь просто текст запись, вот таким образом. И если я это обновлю, то здесь и здесь у нас будет прописано запись-запись. Опять-таки мне это не дает никакой информативности. То есть я не понимаю, что это за первая запись, что это за вторая запись. Поэтому вместо запись-запись я давайте сделаю вот что. Я создам отформатированную строку, буду выводить слово запись, потом двоеточие. И здесь буду выводить просто как бы название самой этой записи. То есть обращаемся к self-title. Если я такое обновлю, то здесь видите у нас выводится запись минимальной, ну а тут запись стандарт. На самом-то деле было бы еще куда логичнее и проще. Это вместо вот этих вот всех форматированных строк просто выводить название каждой записи. То есть, например, мы теперь видим, что у нас есть два объекта. Первый объект это минимальный, второй объект это стандарт. Вот теперь это выглядит очень как-то логично и правильно. Окей, теперь вернемся к index.html. Здесь вместо того, что мы теперь будем выводить просто data, то есть будем выводить вот этот вот список, вместо этого мы этот список будем перебирать через цикл. Чтобы создать цикл, мы обращаемся к стандартному синтаксису Jinja, то есть это фигурные скобки и дальше знаки процентов. Здесь мы прописываем цикл for. Дальше создаем какую-либо переменную, пускай она будет называться как element. Ну и дальше мы говорим, что мы перебираем все значения в таком списке, который называется как data. Также в конце не забывайте все это закрыть, поэтому здесь мы прописываем end for. Теперь мы давайте немножко для начала с html тут поработаем, то есть я вот где-нибудь здесь открою вот такой вот класс, который у нас card.deck.mb3 и все в таком духе, а за циклом я его чуть ниже закрою. Ну и теперь внутри цикла мы давайте просто будем прописывать как бы создание вот этой вот самой карточки, вот например одной определенной карточки. Ну а весь остальной код, который вот здесь у нас был, нам он на самом-то деле больше не нужен, я его полностью здесь весь удаляю. То есть вот такая вот структура получается. Есть цикл, и внутри него мы создаем каждую вот эту вот отдельную карточку. Только вот для каждой карточки мы будем подставлять кое-какие параметры, то есть вместо того, что у нас повсюду будет прописываться free, у нас будет прописываться название самого этого объекта, который мы выводим, например, это element.title. Ну и здесь еще дополнительно вместо цены 0 у нас будет выводиться цена, которая есть для этого объекта. И также тут еще пускай будет прописано, например, рублей. Ну и плюс создадим здесь внизу еще ссылку. Тут type нам уже не нужен. Пока эта ссылка она пускай никуда не будет везти, чуть позже мы с ней поработаем, но эта ссылка, здесь на ней будет написано купить товар, например. Ну или просто давайте напишем, например, купить. Вот, в общем-то, вроде как все. Давайте мы это протестируем. Итак, обновляем страничку. И вот действительно у нас есть два товара. Минимальный, а также стандарт. Здесь 300 рублей, здесь 700 рублей. Давайте попробуем добавить еще один товар. Например, мы его назовем «Все включено». И здесь будет цена, например, 1700 рублей. Ну и нажимаем «Добавить товар». И вот действительно у нас есть еще третий товар. Он также здесь через цикл был обработан и был здесь добавлен. Все сработало абсолютно корректно. Теперь добавим оплату прямиком на сайте. Чтобы это сделать, нам необходимо к сайту подключить какую-либо систему оплаты. Систем оплат существует огромное множество. Это, например, Яндекс.Касса, Робокасса, Волэт.Ван, Ликпэй и многие-многие другие. Я буду использовать такую систему как Фонди. Просто по той причине, что я ее использую на сайте itproger.com. Ну и, соответственно, я знаком с этой системой и могу ее спокойно вам рекомендовать. Вы же, конечно, можете использовать любую систему, какую только захотите. Так вот, я не буду сейчас сдаваться в процесс регистрации на этом сайте, в процесс оформления всех бумажек. Я просто расскажу вам, как это все оформить с точки зрения кода. Ну и, чтобы оформить это с точки зрения кода, нам необходимо перейти на официальную документацию от этой платежной системы. Ссылка на эту официальную документацию будет в описании к этому видео. Здесь все очень и очень просто на самом-то деле. В первую очередь, нам необходимо установить библиотеку, которая позволит работать с этой платежной системой. Давайте мы скопируем эту установку. Ну и просто здесь прописываем PIP, Install, Cloud и IPSP. Ну и просто нажимаем Enter и эта библиотека будет установлена внутрь нашего проекта. После того, как мы установим библиотеку, нам необходимо в самом верху подключить необходимые классы из этой библиотеки. Поэтому обращаемся к этой библиотеке и импортируем такие классы, которые называются как API, а также такой класс, который называется как Checkout. Два этих класса нам здесь понадобятся. Я предлагаю реализовать такой функционал, что при нажатии на какую-либо из этих кнопок купить, мы будем переходить по URL-адресу Buy и дальше будет подставляться ID того товара, который мы хотим купить. Например, при нажатии на кнопку купить для первого товара будет подставляться число 1, при нажатии на кнопку купить для второго товара будет подставляться число 2, ну и так далее. Далее мы будем отслеживать этот URL адрес, брать вот этот вот уникальный идентификатор товара, будем получать цену этого товара по ID самого этого товара, ну и дальше будем перенаправлять пользователя на страничку с оплатой, где уже будет указана верная цена для конкретного товара. Ну и давайте такое сейчас с вами реализуем. В первую очередь зайдем в шаблон index.html и здесь просто пропишем корректную ссылку. В нашем случае нам нужно прописать то, что мы будем переходить по ссылке buy, а дальше не могу просто прописать там 2, 3 и так дальше. Здесь мне нужно подставлять вот это вот значение точно так же, как я подставлял title или же price, то есть я просто обращаюсь к element и обращаюсь к ID. Если такое все, например, сейчас запустить и обновить страничку, то мы заметим, что при нажатии на купить для первого, второго или третьего товара мы будем переходить именно на страничку buy 1, 2 или же 3. Окей, с этим у нас теперь верно сделано. Теперь мы давайте создадим URL-обработчик для этой странички. Здесь этот URL-обработчик, он будет немножечко нестандартным для нас, потому что нам нужно обрабатывать такую страничку как buy, а дальше здесь будут динамические параметры, которые постоянно у нас должны меняться. И чтобы нам получить этот динамический параметр, мы не можем прописать здесь просто, например, там 2, 3 и так дальше. Мы должны прописать здесь угловые скобки, дальше мы указываем, какой тип данных мы с вами получаем, это integer, то есть это целое число. Здесь, кстати, не ставьте никаких пробелов, иначе будут проблемы, иначе это все не будет работать. Так вот, мы получаем тип данных integer, а дальше мы можем назвать этот параметр как угодно. Например, я его назову как id, хотя его можно назвать хоть сам, хоть как угодно, да, то есть любое название можно придумать. Ну и плюс, мы вот этот параметр, который здесь получаем из URL, который мы отслеживаем в URL, мы этот параметр еще будем передавать в саму функцию. То есть вот здесь я тоже как бы по этому же названию передаю этот параметр в функцию. Саму же функцию я давайте назову как, например, item.by, и здесь внутри функции мы давайте сейчас все, что с вами будем делать, так это будем просто выводить ID, причем давайте мы преобразуем его к формату строки. Мы сейчас будем просто выводить этот ID на страничку, чтобы убедиться в том, что у нас все работает корректно. Итак, давайте я, например, нажму на купить для первого товара, и вот здесь, видите, у нас вводится единица. Давайте нажму на купить для второго товара, и вот здесь вводится двойка, то есть сейчас у нас все обрабатывается корректно. Следующее, что нам необходимо сделать, это скопировать код из официальной документации. Здесь давайте вот прямо вот так вот все это скопируем с вами и просто где-нибудь вот здесь вставим. Что здесь происходит? Здесь мы с вами создаем объект на основе класса API, который ранее мы здесь подключали. Тут нам необходимо указать ID нашей компании внутри этой системы, но опять же, в подробности регистрации и создания компании я уже просто не буду внедряться, потому что это достаточно просто. Вы регистрируетесь здесь, вы создаете там компанию, если что, можете написать техподдержку, они вам это все помогут сделать. Ну и потом получаете ID вашей компании, также получаете секретный ключ, и эти данные просто сюда подставляете. Мы будем использовать вот эти вот данные, и тем самым мы будем создавать тестовые платежи, что нам даже будет лучше, что нам будет как раз на руку. Дальше мы создаем страничку самой оплаты, то есть мы создаем объект на основе класса Checkout. Здесь мы указываем различные вот эти вот характеристики. Ну и дальше мы еще указываем ту информацию, которую мы будем передавать на страничку оплаты. В нашем случае нам нужно указать, что оплата у нас будет происходить в рублях, поэтому здесь я прописываю RUB. И дальше нам здесь необходимо передать цену самого товара. Нам, чтобы передать цену самого товара, изначально нужно получить сам этот товар по его ID, ну а дальше уже получить цену и передать эту цену сюда. Чтобы такое сделать, мы давайте пропишем вот что. Создаем объект Item. Здесь мы внутри него прописываем то, что мы обращаемся к классу Item, обращаемся к Query и обращаемся к такому методу, как Get. Метод Get, он позволяет получить лишь одну определенную запись по ее ID. Ну и вот ID мы сюда как раз и передаем. То есть, например, при нажатии на кнопку для первой записи, мы, получается, передаем ID как единица, потом мы ищем запись, у которой ID тоже будет как единица, ну и эту запись мы помещаем внутри этой перемены. Ну и теперь здесь я просто обращаюсь к Item и обращаюсь к Price. Вот, в общем-то, все, что мне необходимо было бы здесь сделать. Также давайте мы, прежде чем это все будем прям корректно делать, мы давайте сначала просто будем выводить URL, ну, то есть, на экран будем выводить вот этот вот URL, который у нас там будет получаться. И давайте это тоже сейчас протестируем. Итак, нажимаем на купить. И вот здесь, видите, у нас получается то, что выводится просто URL-адрес, при переходе на который мы как раз можем выполнить оплату самого этого товара. То есть, по сути, нам нужно сделать вот что, нам нужно не просто выводить этот URL, а нам нужно выполнять переадресацию по тому URL, который записан у нас вот в этой переменой. Вот такая здесь будет у нас идти логика. Ну и если теперь я еще раз нажму на купить, то мы замечаем, что, видите, я попадаю на страничку оплаты. Здесь вы можете обратить внимание на то, что у нас прописано всего лишь 3 рубля, хотя изначально цена была как 300 рублей. Так произошло по той причине, что в amount нам необходимо всегда записывать цену товара и в конце добавлять еще 2 нуля. То есть, это будет как бы как копейки, да, то есть 0 копеек, вот. Поэтому нам необходимо сделать вот что. Мы должны эту цену преобразовать к формату строки, и к этой строке мы добавим еще такую дополнительную подстроку, как 2 нуля. В таком случае вот это будет наша полная цена, и копейки мы указываем как 0 и 0, да. Ну и если это еще раз сохранить и перейти на купить, то заметим, что все обработается корректно. Здесь цена 300 рублей. Мы можем протестировать саму оплату. Как видите, здесь тест мерчант, то есть это тестовая оплата будет. Вы можете это все протестировать. Ну и, в общем-то, все это работает корректно. Давайте попробуем еще все включено купить. Опять же, тоже все корректно обрабатывается. Здесь у нас пишется 1700 рублей. Ну и для примера, если еще сюда нажать, то пишется уже 700 рублей. Вот таким образом мы создали с вами супер простенький магазин, но в то же время в этом магазине есть система оплаты, и уже пользователи смогут оплачивать товары на вашем сайте. Ну, конечно, они смогут оплачивать эти товары, и вы сможете получать деньги только в том случае, если зарегистрируетесь в этой системе. Ну и укажете верный мерчант ID и верный секрет key. То есть вот эти вот параметры, если вы укажете, то сможете уже получать деньги с всех оплат, которые будут происходить у вас здесь на сайте. Ну что же, как видите, сайты на Flask создаются не так уж сложно, причем они могут быть достаточно разнообразны. Вот, например, мы создали с вами простенький магазин, но в то же время этот магазин можно куда лучше усовершенствовать, можно добавить дополнительные странички, можно добавить различные новые товары, ну и это уже будет некое подобие полноценного магазина с прямой системой оплаты, что, конечно же, здорово. Также не забывайте просмотреть мой полный курс по фреймворку Flask, ссылка на этот курс будет в описании к этому видео. Ну а у меня на этом все, так что увидимся с вами в дальнейшем, до скорых встреч, пока!